Мостовка пошла. Актер, мастер, пошли. Начали. В Суздале завершили съемки многосерийного фильма «Годунов». В последний день работы снимали северные сцены картины, действия которых происходят в Холмогорах. На территории Щурово-Городища высоздали атмосферу русского села 16 века. По мосту спешат крестьяне и посадский люд. На рыночной площади идет бойкая торговля мехами, рыбой и утварью. Актер Александр Устюгов в фильме играет Федора Романова. Это дед и отец всех наших Романовых до 17-го года. Впоследствии он становится филаретом, патриархом, московским. И эта роль такая от 25 до последних дней его жизни. Александр Устюгов признался, что уже не раз бывал в нашей области и всегда возвращается сюда с удовольствием. Я старый путешественник, я сюда приезжал и на мотоцикле, и зимой приезжал. И когда здесь еще не было дорог, я приезжал сюда на джипе с огромными колесами и ездил здесь по храмам, церквям, монастырям. То есть объездил здесь все от Владимира до Иванова, Ярославль. Золотое кольцо вообще очень прекрасно для путешествия, учитывая то, что сейчас дороги стали лучше и лучше. И здесь просто практически зеркало от Владимира, то можно ездить. В картине снимаются и другие звезды. Сергей Никоненко играет боярина Никиту Строганова. Эти съемки в Суздале для него уже третьи. Очень преданному России боярина. Он так и говорит, я дела государственные выше своих ставлю. Первый раз это был фильм «Тема» в 79-м году. Замечательная картина Глеба Панфилова. Второй фильм, классик. В 98-м Георгий Шенгель, режиссер. За роль, сыгранную в этой, главную роль, сыгранную в этой картине, я получил приз, главный приз созвездия за лучшую мужскую роль. Так что Суздальская земля для меня счастливая. Мы посетили маленькие города, Доброград, Гороховец, да, Гороховец. И безумно мне там понравилось все эти музеи-ложки, музеи-бабы-ёшки. И я поражена тем, какая инфраструктура, есть где жить, и очень вкусная еда. И, конечно, я буду рекомендовать всем друзьям и всем своим близким и коллегам обязательно посетить Владимирскую область и Суздаль. Продюсер картины Мария Ушакова добавила, что существует план и снять на Владимирской земле еще один фильм, действие которого будет происходить в 12-м веке. Одной из ролей в киноленте играет актриса Анна Ковальчук. Она отмечает, на этих съемках вжиться в роль помогает сама атмосфера древнего Суздаля. Оказываясь в таком месте, мне кажется, даже как-то играть что ли не надо. То есть я в этом месте оказавшись, почувствовала дух русский. Конечно, у нас есть замечательные декорации, которые мы сделали тоже на главкино в Москве, под Москвой. Все это выстроено с таким вкусом. Нам предоставили огромную территорию, тоже все замечательно. Но когда ты попадаешь в настоящее что-то, там, в общем, все сказано этим. Актриса добавила, что впервые во Владимирской области, но обязательно приедет сюда еще раз вместе с семьей. Мы много ездим с театром, и такие города некоторые прям огорчают очень серьезно. Когда я ехала в эту область, я прям поразилась. Во-первых, дороги, действительно хорошие дороги. Потом такое ощущение, что ты находишься где-то в Москве, даже сейчас, посмотрите, где мы с вами сидим. Очень все вкусно. Ну, действительно, край замечательный. Помимо того, что здесь архитектурные памятники, которые, в общем, испокон веков, так они еще так их сберегли, такое бережное и трепетное отношение к природе. Замечательное отношение. Я уж не знаю, я узнала, что у вас губернатор-женщина. Светлана Юрьевна, да. И вот прям это чувствуется. Женская рука любящая. Мне очень понравилось. Вы молодцы.